Внешний двор И могу ли я сказать вам, что такое Внешний двор? Во Внешнем дворе все захватывающе. Так и есть. Там дым, там огонь, там вода, там животных забивают, там песни, там дух захватывает. Но через 30 лет он теряет свою привлекательность. Сколько нужно просидеть во Внешнем дворе, прежде чем ты начнешь задаваться вопросом, а что же в святилище? Вы не готовы к этому, не так ли? Могу ли я сказать вам, что когда вы оставляете внешний двор, вас ждет другое место, святилище. И святилище состоит из святого места, из святого святых. В святилище стоит семисвешник. Привет, сила, привет, плоды Духа Святого, свет Духа Святого. Там стоит стол с хлебами предложения. И я даже не буду говорить о хлебах предложения, потому что многие проповедуют о них неправильно. Но на самом деле они имеют отношение к даянию. Но я не буду говорить об этом, разве что скажу, Бог помещает даяние на один уровень с плодами Святого Духа, с жертвенником для благовоний. Вы не можете молиться правильно, не можете поклоняться правильно, если не даете правильно. И стол с хлебами предложения не принадлежит Богу, он принадлежит священнику. Священники ели со стола для хлебов предложение. Это было приношение для священников. Если вы не знаете, как давать, вы не готовы поклоняться, вы не готовы молиться. Вот почему Бог услышал молитвы Корнилия и увидел его милостыни. Ну же, ваши деньги говорят так же, как и ваши молитвы. Но я не буду проповедовать об этом сегодня. В святилище стоит жертвенник для воскурений, который представляет собой ходатайство и поклонение. И там же семисвешник. Мы переживаем силу Святого Духа, когда совершаем ходатайство, чтобы все пришло в согласие с волей Божьей. И это 60-кратное служение. Но есть еще одна завеса. Она ведет вас святое святых. И со святым святых связана проблема. Не все могут войти туда. Когда туда поместили ковчег Завета, там осталось место, достаточное только для того, чтобы мог втиснуться один человек. Там тесно. Там нет места больше ни для кого. Вы не можете войти туда на основе своего личного спасения и подобных вещей. Вы должны стать плотью от плоти Его и костями от Его костей. Ну же! Там есть место только для одного человека. И Иисус, наш первосвященник, который совершает ходатайство, и вам нужно быть в Нем, если вы хотите войти во Святое Святых. Поэтому Павел сказал, поэтому Павел, ну же, кто-нибудь, им мы живем, движемся и существуем. Ну же! Павел смог попасть на третье небо, потому что был в Нем. И я начну проповедовать через пару минут. Есть 30, 60 и 100 крат. Их выражение – это Пасха Пятидесятница Кущи. Есть первое, второе, третье небо. Внешний двор, внутренний двор, Святой Святых. Я еще не начал проповедовать, но могу ли я сказать вам, что вас, жертвенник для благовония, не будет готов, пока вы не возьмете тук и печень животного, возьмете это из внешнего двора, пока кровью животного не будут покроплены роги жертвенника. Нужно принести животное в жертву, внести часть внутрь, через завесу во святилище, возложить это на жертвенник для воскурения, затем сжечь эту часть жертвы там. И я даже не хочу говорить вам, что есть праздник, Йом-Кипур, который происходит раз в году. Вы, возможно, никогда такого не слышали, но я все равно буду проповедовать об этом, потому что мне это нравится. И такое вы не купите в книжном магазине. Вы можете не знать, но раз в году завеса раскрывалась. Вы могли не знать, что раз в году завеса открывалась для тех, кто был вне. И на одно мгновение святое место и святое святых становились одним. И это было единственное время в году, когда первосвященник просил воскурения не в одной руке, но в двух. и он шел от жертвенника для воскурения во святое святых. И Бог говорил, я встречу тебя в облаке. А вы хотите знать, что это за облако, в котором Он встречает нас? Это облако от воскурения в двух руках из святого места. Это не облако с неба. Но когда вы входите в полноту Божью, оставив 60 крат, и вступаете на новый уровень на 100 крат, ваша хвала выходит на новый уровень, а Бог обитает в славословиях Своего народа. Он приходит и наполняет нас, наполняет ваши уста, начинает преображать вас в облако славы. Я даже не проповедую вам об этом. Вы можете взять кассеты, изучить это самостоятельно, рассказать своим пасторам, другим людям, и вот тогда у меня точно начнутся проблемы. 30, 60, 100 крат, внешний двор, внутренний двор, святой святых, Пасха, Пятидесятница, кущи. Могу ли я сказать вам, Иисус сказал, что когда что-то растет, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, эй, 30, 60, 100 крат, сперва зелень, потом колос, а потом полное зерно в колосе, и вы можете есть это, когда оно полное зерно в колосе. 30 крат не накормит вас, 60 крат не накормит, но 100 крат накормит. Но мудрый человек, если у него есть только один колосок, он не съедает колосок, он берет его и дает ему умереть. Если он посеет зерно, у него будет намного больше зерна. Если у него всего один колосок, он дает ему умереть, он насаждает его и получает намного больше зерна. У Бога был один сын, но Бог хотел много сынов, поэтому Он позволил сыну умереть и посеял его, и на третий день тот воскрес. Он воскрес не один, но Он привел многих сынов в славу. Кто слышит меня во Святом Духе? Один сын, Сын Божий, стал сыном человеческим, чтобы сыны человеческие могли стать сынами Божьими. Переведем это на другой уровень. В нашем теле, фактически, Павел сказал об этом Тимофею. Я написал вам дети, молодые люди и вам отцы. Привет, 30 крат, дети. Привет, молодые люди. 60 крат. Привет, отцы. 100 крат. Скажи иначе. Я скажу так, чтобы вы точно поняли. Вот Руфь. Руфь. Бедная женщина, которая опекает престарелую Наиминь. И закон говорит, что бедные могут подбирать оставленную пшеницу с поля. И она ходит по полю, подбирая остатки. 30 крат. Ну же, кто-то. В какой-то момент ВООЗ говорит работникам, оставляйте лучшие колоски на поле, чтобы она могла подобрать их. Лучшие с поля. Это 60 крат. Но есть большее. Она выходит замуж за ВООЗа и становится хозяйкой всего поля. Сто крат. Ну же. Сейчас мы все едим остатки. И вы можете услышать хорошую проповедь. Воскресение. Хорошее слово. Но Бог не хочет, чтобы вы слышали хорошее слово. Бог хочет, чтобы вы овладели Царством Божьим. Не просто слышали о нем, но овладели им. Не просто говорили о нем, но овладели им. Не проповедовали о нем, но овладели им. Кто слышит меня во Святом Духе? Скажи иначе, епископ Эш, если настаиваете. Отец Иосифа дал Иосифу право управлять одиннадцатью братьями. На самом деле, десятью братьями. У него было десять братьев, Вениамин еще не родился. Потому что Вениамин представляет собой сынов Божьих. Иосиф – прототип Иисуса. Мы не будем сейчас говорить об этом. Он был призван править над десятью братьями. Привет, закон. Первое – это законическое помазание. Ваше первое призвание, одежда – это власть над вашими братьями по отцу. Об этом даже не будем говорить. Могу ли я послужить вам, сказав, что Бог побудил братьев бросить его в ров и лишить его этой одежды? Знаете почему? Потому что это была лишь тридцатикратная одежда, тридцатикратное призвание. Если бы его братья не отобрали это у него, он так бы и проповедовал в тридцатикратной церкви. И братья заставили его пройти через все это. Кто-то скажет, почему я потерял все? Потому что вы не хотели отдать свою одежду. И Бог поднимает ваших полубратьев, братьев, по отцу. У вас может быть один отец, но разные жены, разные церкви, разные динаминации, они все любят Бога Отца, но у них различные... А, лучше я не буду. И Бог определен им отнять вашу первую одежду, потому что вы так и проповедовали бы там. И вы удивляетесь, что они стащили вашу мантию с вас. Привет тридцать крат. И теперь он в доме Патифара. Управляет всем домом. Он теперь главный. Руководит всем имением. Кто услышит меня в духе? Теперь у него новая одежда. И она ему так понравилась, что он не хочет расставаться с ней. И Бог воздвигает жилу Патифара, чтобы отнять эту одежду у него шестьдесят крат. Вы думали, что проходите через что-то, потому что Бог сердит на вас. Но это предпосылка и для благословения. Это не выглядит как предпосылка благословения, но Бог готовит вас к большей славе. Вы думаете, что откатываетесь назад. Вы думаете, что дьявол поглощает вас. Вы думаете, что ваше служение закончено. Но Бог говорит, вы не удовольствовались бы этим. Вы не будете удовольствоваться, пока не пробудитесь в моем подобии. У меня есть для тебя иное призвание и надежда. И в Библии сказано, что когда он пристал перед фараоном, фараон снял с себя свою мантию власти над всем Египтом и надел на него, чтобы он мог пойти и накормить тех, кто застрял на уровне 60-крат и 30-крат. Ну же! Бог не дает вам 100-крат, чтобы вы гордились этим. Он дает это вам, чтобы вы помогли тем, кто застрял на 30-кратном и 60-кратном уровне. Они могут не верить в нас сейчас. Они могут думать, что вы сумасшедшие. Ты выжил из ума. Они могут не верить в твой радикализм и твое рвение. Когда ты говоришь о грядущем тысячелетии и ты говоришь, я не хочу восхищения, я хочу преображения. Я не просто хочу попасть на небо, я хочу, чтобы небеса попали в меня. Я не боюсь никакого человека, я не боюсь ничего, но то, что Бог повелел мне совершить, я совершу. Они будут думать, что вы сумасшедшие. Будут говорить, что вы ошибаетесь. Будут говорить, что вы выжили из ума. А вы скажете, это нормально. Потому что, когда придет мой день, я не забуду вас. Я приду туда, где вы застряли, и помогу вам. Я накормлю вас этой манной. Я напитаю вас этим помазанием, этим присутствием. Я не оставлю вас там. Вы можете смеяться надо мной прямо сейчас. Смеете сейчас. Смейтесь надо мной сейчас. Привет, Сара. Сара, которая была настолько старой, что не могла иметь детей. Привет, Сара, которая была так стара, что не могла иметь детей. Я скажу вам кое-что. Она так стара, что не может иметь детей. Говорят, исследователь, ей было 76 лет. Семитская женщина из пустынных мест. Это вам не милая дама. 76 лет. Фабрика уже закрыта, вышла из бизнеса. И я помогу вам. Так сейчас выглядит церковь. Церковь выглядит, как если бы она уже ничего не могла. Слишком старая для пробуждения. Все слишком овертвело. Но что случилось? Когда Сара забеременела Исааком, когда она забеременела, в Библии сказано, что был царь Абимилех, который посмотрел на нее и сказал, я хочу взять ее в жену. Могу ли я сказать вам, что когда вы беременеете семенем Слова Божьего, вы не просто беременеете, но ваша юность, ваша радость, ваша красота будет восстановлена. И могу ли я сказать вам, что церковь не выглядит впечатляюще сейчас, но как только она забеременеет, она не просто забеременеет, но ее красота, ее радость, ее сила, ее слава будет высвобождена и восстановлена. Хорошо, перенесем это на следующий уровень. Давид был помазан Самуилом 30 крат, чтобы поворать медведей и львов в пустыне, когда никто не видел его. Ну уже кто-то. 30 крат, первое помазание. Давид пришел в Иудею, и Иудея помазала его в цари. Он стал царем над поклонением, но это всего лишь 60 крат. Могу ли я повести вас на следующий уровень? Затем пришел Израиль. Израиль возложил на него руки и помазал его. Теперь у него не просто была сила поклоняться, побеждать львов и медведей. Теперь у него была сила править всем. Править, восседая на престоле Божьем. Могу ли я вас повести и на следующий уровень? Я не знаю, готовы вы к этому. Есть водное крещение, которое вводит вас в Царство Божие. Есть крещение духом, приведшийся от крат. Но есть и крещение огнем. И мы проповедовали об этом неправильно. То, что огонь — это очищение. Бог есть огонь поедающий. Когда вы крещены огнем, вы крещены в саму природу Божью. 30, 60, 100 крат. Внешний двор, внутренний двор, святой святых, Пасха, Пятидесятница, кущи. Что вам нужно узнать? Есть большая слава. Есть более высокий уровень, на который Бог хочет поднять нас. Но пока мы довольны просто спасением. Или тем, что мы исполнены святым духом. Что получили пару даров, помазаний. Мы упускаем цели и назначения Божьи. Но есть еще одно измерение. Есть еще один уровень. В Библии говорится о первых апостолах. О вторых пророках. Третьи учителя. Но не сказано о четвертых. Сказано первое, второе, третье. Могу ли я сказать, что у Бога есть привычка делать вещи в обратном порядке? Первые станут последними. А последние станут первыми. Первыми в списке власти идут апостолы. Поэтому это последнее, что будет восстановлено в измерении Божьей власти. С т . Подписывайтесь на мой канал. А это без обеспечения.